Где обычно владельцы бизнесов находят новых клиентов? Правильно, в интернете. И знаете, нам сегодня с вами очень повезло, потому что нам предстоит узнать последние тренды 2015 в сфере интернет предпринимательства. Почему? Потому что мы с вами в лаборатории онлайн-бизнеса 2015. В нашей идее мы собираем людей, которые занимаются разными бизнесами, микробизнес, малый, средний в частности, либо те, кто только начинает или уже у них есть бизнес. Мы показываем, как можно в интернете продвигать то, что у них есть, зарабатывать больше, делать так, чтобы их бизнес-принципы более чистой прибыли, внедрять новые инструменты. Вот наша главная задача, чтобы события не прошло только три дня, они получили массовые эмоции, вау, здорово, но не применили. Нам хочется довести их до какого-то конкретного результата. Проприятие получилось очень масштабным. Скажи, пожалуйста, по вашим подсчетам, такое количество людей и, насколько я знаю, даже разные страны? Больше тысяч у нас, по идее, там 1060, там что-то, типа 1067, по-моему. Наверное, может быть сейчас больше. Да, примерно 7 стран, в основном Украина, но поскольку наша аудитория это люди в разных странах, здесь есть Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Германия, Мозамбик. Крис, ты в Украине, наверное, в первый раз и мне интересно, какие впечатления от Украины? Украина? Украина очень хорошая страна. Мне нравится культура, мне нравятся люди здесь и вообще очень высокий уровень, ютящийся к развитию маркетинга и партнерских отношений. В Германии все не так выглядит. Тут большинство молодых предпринимателей. В Германии они немного старше и люди тут более мотивированы. Поэтому мне нравятся люди, мне нравится культура и, конечно же, маркетинг тут. Уровень развития намного выше здесь. Если брать 2014 год и 2015, условно, что-то отвалилось, может быть, по трендам вообще или переросло куда-то. Какие глобальные изменения произошли в интернет-предпринимательстве? Одни из таких главных – это то, что сейчас все больше и больше делают упор на качество. Что Google, Яндекс, продвижение SEO, вывод сайтов в топ, что YouTube. Если раньше были сфокусированы на количестве переходов на полярные сайты, сегодня сфокусированы на качестве контента, который доставляется человеку. То есть интернет переходит в некую другую стадию, где какие-то стрёмные проекты становятся менее актуальными, потому что они преследовали странные цели. Проекты, которые непосредственно нанесут конкретную ценность, их ресурсы типа Facebook, Google, YouTube, они их выносят вверх. Поэтому это, наверное, одна из главных вещей. В спросиле о трендах, что происходит. Сильно меняется концепт, как вообще происходит коммуникация между людьми. Если раньше был сегмент B2B, да, вот B2C, то есть бизнес для бизнеса или бизнес для клиента, сейчас эта грань стирается и фактически все переходит в плоскость P2P, person-to-person. То есть персонально от человека к человеку. И вот это самое главное, то, что должно преобладать, я считаю, в каждой компании, это огромная клиентоориентированность, это настроенность на результаты клиентов в первую очередь. Второе, что наконец-то начинает преобладать, бизнес начинает понимать, что то, что вы не замеряете, вы не контролируете. Если я общаюсь с собственниками интернет-магазинов, спрашиваю, как у вас вообще происходит, что происходит за меры в отделе продаж, что вы замеряете? Ничего. Говорю, как? А как ваши менеджеры отрабатывают звонки? Ну, я ему выдал мобильный телефон, я ему пополняю, и он с него звонит, и ему звонят туда. А как вы знаете, сколько ему человек позвонило? Какая была конверсия из позвонивших в заинтересовавшиеся? Кто из этих заинтересовавшихся купил? Сколько звонков ваш менеджер по продажам пропустил? Сколько звонков он не отработал? Сколько? Ну, вообще, что происходит? Какие цифры? Не знаю. Вообще не знаю. И на самом деле, вот это, знаете, собственник там, руководитель, он в роли слепого котенка. Срочно вот это надо решать, заканчивать и переходить на показательные измерения, мерить каждую цифру. Сколько было дозвонов, сколько было исходящих и входящих звонков, сколько было выставлено счетов, какая была продолжительность этих разговоров, какая ценность одной минуты разговора менеджера, что вообще, сколько заявок у менеджера было, сколько из них он конвертировал в клиента. Какая была конверсия? Для меня, как сама компания Genius Marketing, так и их деятельность, то, что они делают, производит огромное такое вдохновение, впечатление, да, это даже не мимолетное ощущение, а просто такая вот гордость и великое уважение, потому что делает Олеся его команда, и то, как они это делают. И когда я с ним познакомился, и мы с ним общались, я им рассказывал про то, что я делаю, про то, что я хочу делать, и то, что я называю предназначением, можно так сказать, да, и он мне предложил, давай ты выступишь у нас, расскажешь про себя, расскажешь про свою историю, может, не так будет это долго, там, 45 минут, вот, и так это и произошло. Для меня это была большая честь, потому что такая большая аудитория, тысячи человек, это происходит раз в году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...